Следующий доклад, это уже третья тематика, третий проект. Это разработка про типа робот-помощника ЛИЦ ОВЗ на базе промышленного робота-манипулятора Кука с электричеством охвата под управлением платформы Ардуино и СПО. В нашем ВУЗе уже как второй год идет проект «Умный дом для ЛИЦ ОВЗ». В нашем ВУЗе есть так называемый отдел РУМС, ресурсно-методический центр для ЛИЦ с ограниченными возможностями. Там реализуются дополнительные программы для таких вот ЛИЦ с ограниченными возможностями. И у нас главная задача для факультета информационных технологий создает разработка «Умного дома», где лица могли спокойно находиться, жить и тому подобное. Как у нас была такая идея, это сделаете… Например, есть люди, которые не могут передвигаться, и им тяжело взять какую-то бутылку воды, стакан и тому подобное. Сделаете такой робот-манипулятор, который при заказе, например, с телефона сделает заказ, чтобы ему подали стакан, кружку, воду и тому подобное. И на базе такого робот-манипулятора «Ука». В чем актуальность? В последнее время удается отделяться ЛИЦ с ограниченными возможностями за два здоровья. ЛИЦ, например, имеющий диагноз ДЦП, и тому подобное смешанной формой, является проблемой налить воду на стакан, взять его в руки, налить, выпить его из опасения, расплескнуть меня. Здесь необходимо оказывать соответствующую помощь. Цель – это автоматизация вышеуказанного процесса, а именно разработка такого вот прототипа робот-помощника для минимального стакана воды или для другого напитка, то есть либо перемещение стакана в зону досягаемости ЛИЦ и тому подобное. То есть разработка выполнена на базе промышленного робота и манипулятора «Ука». В нашем УЗИ имеется такой вот один экземпляр, он находится в технопарке, но в последнее время его перевезли в другой технопарк, и поэтому у нас нет никакой возможности. Но в одном из Московских университетов есть целый отдел этих роботов «Ука», порядка около 8 штук, и где мы как раз и выполняли данные проекты. Также сам робот «Ука» управляет при помощи пульта управления. На этом пульте управления пишется программа, которая руководит всеми степенными свободами данного робота. Но для того, чтобы сделать автоматизацию, так как этот процесс полностью ручной по написанию кода и как будет сам манипулятор двигаться, необходимо сделать какую-то платформу, которая будет именно по необходимым командам программировать этот пульт, то есть внедрение этого кода, и руководить данным манипулятором. Как раз мы взяли платформу Arduino. Принцип действия алгоритма и функционирования. Принцип действия алгоритма и функционирования состоит в следующем. Получить заказ для напиток и момент приготовления. В нужное время захватить стакан, нанести его на поднос, в ближайший к краю со стороны заказчика. Третье – это захватить требуемую бутылку с напитком наполняющим, наполнить стаканом, привезти бутылку на свое место и тому подобное. Подвинуть поднос стаканчиками в сторону заказчика, когда стаканчик будет взят с подносом лицом с ОВСЗ и тому подобное. И самое последнее – это привести робот-кук в исходное положение, привести систему в состоянии готовности к применению к приему следующего заказа. На данном этапе обрабатываются операции по перемещению бутылки стаканчика на поднос. И программно-аппаратная платформа. Представлена программа-аппаратная платформа, то есть база по управлению электрическим захватом, используется платформа Arduino 2560, то есть Arduino Mega. А также электрический захват манипулятор, длиннометр, элементы управления, кнопки потенциометра и тому подобное. Программ-база – это создание разработки Arduino IDE за переменение C++. И сам программный код расположен на GitHub. Также можно посмотреть, как он работает. Пока что имеется только первая доработка самого этого робота. Это такая маленькая разработка. Имеется также и большой робот-кука. Самый робот-кука имеет несколько степеней свободы. И на конце будет находиться у него специальное устройство. То есть захватывать рукоятку из прошлого слайда. Такая будет рукоятка находиться. И при помощи этой рукоятки будет жать стакан и передвигать на необходимые стороны. То есть куда необходимо будет. Данный манипулятор весит примерно около 200 кг. То есть дальнейшее его передвижение довольно-таки будет затруднительно. Но объем, точнее массу, сколько он может переносить из одного места в другое, там повышает около 100 кг. То есть довольно-таки очень большой объем. Большую массу он может переносить. Также направляющие имеются для перемещения весового подноса. И вот самые необходимые выводы. То есть проективно реализованное устройство, оказание помощи лиц МОЗ, длительное ДЦП и тому подобное. То есть противопровод помощника для наливания стакана воды или нового напитка, помещение стакана, зона достигаемости и тому подобное. Указанное устройство также является студенческим проектом. То есть все это делают студенты. Либо на каких-то своих парах, на своих дисциплинах, либо на кружке по программированию. Указанная работа оказывается студенческим проектом. Используется в учебном процессе. При обучении студента направление подготовки, такие как ИВТ, ИСТ, управление техническими системами. Это уже будет ближе. Так как мы данный проект реализуем совместно с другими университетами. Московский авиационный институт. МОИ. В нем, оказывается, имеются и другие направления. Управление технических системах и прочие другие направления. Первый, третий доклад завершен. Есть какие-то вопросы или можно сказать к следующему? И тогда будет вопрос у нас. Коллеги, есть вопросы по докладу? Есть один вопрос. Угу. Не понял, как человек с ограниченными возможностями сможет взаимодействовать с устройством? Например, при помощи голосовой команды. То есть будет у него какое-то дополнительное устройство, которое будет связываться с Ардуинкой. Давайте сигнал. То есть, например, команда налить воду или что-то еще. То есть он проговаривает данную команду. И устройство уже дает команду самому манипулятору. То есть пульту управления манипулятора. И он делает дополнительную команду. Понятно. Тут на самом деле есть еще один вопрос. Я общаюсь с одним человеком с ограниченными возможностями и знаю, как он говорит. Далеко не каждая система его поймет. Забавно, но Яндекс.Алиса, кстати, понимает. И понимает достаточно правильно. То есть это сложная задача достаточно для распознавания речи. Плюс, если опять же берем ДЦП, то очень сложно каким-то образом будет реализовать интерфейс, условно кликнуть на смартфоне. Практически нереально. Ну это да. То есть вот эти моменты нужно очень тщательно продумать и пообщаться с людьми, которым это действительно актуально. Далеко не, я думаю, 10 образцов интерфейса на это уйдет как минимум. Гораздо больше. Но у нас есть люди, которые у нас учатся с ограниченными возможностями. У нас как раз учатся на третьем курсе. Как раз мы совместно дополнительно с этим человеком реализуем данный проект. То есть у него тоже диагноз ДЦП и ему трудно нажимать на кнопки. То есть какой-то интерфейс делать будет тут довольно таки проблематично и тяжело. Ну вот на самом деле я хотел как раз таки и про Алису сказать, что голосовое распознавание Яндекса в этом плане очень даже хорошо реализовано. Может каким-то образом надо его использовать. Вам будет проще. Хорошо, спасибо. Все? Тогда давайте следующий доклад, может быть еще вопросы появятся. Да, конечно. Вот и четвертый.